Итак, как я храню свою уходовую косметику, я вам уже показала и рассказала. А сегодня мне бы хотелось показать вам, как и где я храню свою декоративную косметику. Итак, знакомьтесь, мой чемодан на колесиках, мой бьюти кейс, прямиком из Америки, от марки SoRise. Этот кейс черного цвета. Как я уже сказала, он сделан в виде чемодана. То есть у него вот здесь есть специальные ножки и специальные колесики с другой стороны кейса. Есть вот такая вот ручка, чтобы, соответственно, можно ставить Белла данный чемодан на колесики и его перевозить. И еще вот такая вот ручка тоже для того, чтобы его носить и транспортировать. Итак, открываем бьюти кейс. Если мы просто поднимаем крышку, то наш чемодан выглядит вот так вот. А это панель управления музыкой. Здесь можно как включить радио, так и в моем случае через блютуз подключить мой айфон к этому бьюти кейсу. И в нем есть встроенные колонки. И тогда через него музыка с вашего айфона или с любого другого вашего устройства будет выведена на колонки этого бьюти кейса. И, соответственно, он еще и будет работать как музыкальный центр. Смотрим дальше. Собственно, вот этот вот маленький пульт это управление музыкой, радио и всей вот этой вот встроенной системой, которая находится в верхней части нашего бьюти кейса. Как я уже сказала, этот бьюти кейс приехал ко мне из Америки. Он был заказан на ebay, потому что в России я ничего аналогичного не нашла по качеству. И достаточно быстро он приехал в большой коробке в целости и сохранности, так что с доставкой и с транспортировкой никаких проблем нет. Внутри бьюти кейса хранится вся моя декоративная косметика. Она распределена специально по отделениям. Итак, вот мы видим верхние два отделения, такие небольшие, которые закрываются на замочек. И каждая еще находится под стеклом. В этом отделении у меня хранятся туши для ресниц, карандаши для подводки губ в этой части разнообразные, база для макияжа век от Smashbox, различные жидкие подводки и карандаши для глаз, как базовые черные, коричневые, серые, так и цветные от моих любимых марок. В этом отделении и во втором аналогичном хранятся разнообразные продукты для бровей. Пудры, гели, точилки для карандашей, гели для фиксации прозрачные и с тинтом, специальные карандаши для бровей от разных марок, еще один гель для фиксации бровей. Вот в этом отделении я храню свои основы для макияжа. Здесь есть пудра корон, помимо этого здесь разнообразные основы, более легкие, более плотные, более стойкие и менее стойкие. И мои любимые, которые я использую летом, это BB крем от Bobby Brown и CC крем от Bobby Brown. Как правило, летом я использую именно эти тональные основы. Также здесь лежит замечательная пудра корон. Переходим к следующей части кейса. В этой части кейса лежат разнообразные базы под макияж и корректоры. И немножко жидких хайлайтеров. И также здесь живет мой розовенький бьюти блендер. Здесь, как я уже сказала, разнообразные базы под макияж и Make Up For Ever, и MAC, и Benefit, и Clinique. Здесь палетка корректоров и также корректоры в карандашах и стихах. Здесь замечательный жидкий хайлайтер от Clorans находится. Также мое недавнее приобретение это хайлайтер от марки Becca. Это австралийская марка. Хайлайтер в цвете Pearl. Это самый светлый. Также здесь я храню свои корректоры для зоны вокруг глаз. Это и корректор La Mer, и замечательный, более бюджетный Max Factor'овский Master Touch. И, конечно же, классический, который все знают, клиниковский. Смотрим дальше. Если этот замочек открыт, то эти отделения еще и раздвигаются. Раздвигается вот так вот. Одно раздвигается, и второе по такой же самой схеме также раздвигается. Итак, что мы видим внутри? Внутри мы видим отсек с помадами. Здесь различные помады и гели, мои любимые, которыми я пользуюсь на данный момент. В небольшом отсеке находятся мои любимые палетки с тенями для глаз. Я очень люблю палетки Bobby Brown. Я очень люблю маковские. Это вот была лимитированная палетка. Мне нравятся вот эти вот Color Tattoo 24 часа от Maybelline. Вот у меня четыре цвета, и я их тоже очень люблю. Ну и, конечно же, классические маковские Quattro, маковский Хаукс. Это те цвета и оттенки, с которыми я легко могу сделать как базовый макияж глаз, так и какой-то специальный макияж для мероприятия или вечеринки. Также, как вы видите, здесь лежит моя новая палетка, созданная в коллаборации Urban Decay с Gwen Stefani, о которой я делала отдельное видео. Она, к сожалению, достаточно массивная, поэтому в этот отсек она у меня не входит, и сейчас хранится в отсеке с базами, праймерами и корректорами. В этом самом большом отделении я храню свои румяна, и я храню бронзаторы и частично хайлайтеры. Здесь у меня бронзаторы. Бронзатор Tom Ford. Палетка Shades and Illuminates от Tom Ford. Несколько пудр и румян, подсвечивающих от Givenchy. Замечательный бронзатор от Benefit. Также есть бронзатор Godness от Rouge Bunny Rouge. Есть лимитированный хайлайтер, созданный в коллаборации NARS с Кристофером Каном. Есть большое количество разнообразных румян маговских, как пудровых, так и кремовых. Конечно же, есть замечательные румяна Bobby Brown кремовые, в классическом Pink Truffle. Это оттенок, который подойдет всем. И более коралловый Cabo Coral, который мне тоже очень нравится в весенний период. Коллекция румян у меня очень большая. Я, честно говоря, раньше я предпочитала пудровые румяна, в последнее время я все больше тяготею к румянам на кремовой основе, так как при правильном нанесении они более незаметны на вашем лице. Один из моих последних любимчиков в плане румяна, это вот такая вот замечательная палетка от The Balm, в которой есть вот такие вот 6 отличных цветов, как светлых, так и темных, как с шиммером, так и без. С помощью них, в принципе, можно сделать практически любой макияж, а вот этот темный оттенок можно еще использовать для скульптурирования. Я вам не показала еще одно отделение в этом бьюти кейсе, это вот это вот, горизонтальная длинная. Изначально, когда бьюти кейс ко мне пришел, в этом отделении хранились те самые ножки, на которых он сейчас стоит, которые прикручиваются к нижней части бьюти кейса. Сейчас, так как мой бьюти кейс постоянно стоит на ножках, я использую это отделение также для хранения косметики. И у меня здесь лежат накладные реснички от Make Up To Make Up, лежат кьютипсы, несколько палеток с тенями для глаз от Smashbox и от Make Up For Ever. Также лежат здесь щипцы для ресниц от Shui Mura. Вот так вот еще раз выглядит. Моя коллекция макияжа. Если вас что-то заинтересовало, пожалуйста, задавайте вопросы, пишите комментарии внизу. Я с удовольствием на все них отвечу. Если будет такая потребность, я с удовольствием сделаю серию видео отдельную про мою декоративную косметику, в которой я более подробно расскажу, какими румянами я пользуюсь, какими хайлайтерами, какие бронзаторы я предпочитаю, какие мои любимые туши, какие мои любимые карандаши для глаз. Эту тему я тоже неплохо знаю и с удовольствием ей с вами поделюсь. Если будет такой запрос. Если вам нравится, ставьте пальчики вверх. И до скорых встреч на моем канале. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok